Кальвадос не предлагать. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и осень наступила. Плоды сада уже пора убирать на хранение, потому что чем раньше вы их снимете, тем, грубо говоря, для многих сортов лучше. Не стоит ждать подмораживания их ночными заморозками. В том году у нас 3 сентября, я живу в московском регионе, зовут меня Николай Качалин. И в том году 3 сентября у нас был заморозок. Мне побило тыкву, побило плоды. А в этом году пока вот уже 10 сентября. И заморозка, слава богу, пока не было. Потому что у меня еще растет одна тыковка. Ей бы еще месяцок бы, если будет бабье лето шикарное, было бы хорошо. Но сегодня я хочу рассказать вам о деревьях. Что делать после того, как вы собрали урожай? Если у вас листовой аппарат еще на дереве сохранился, поражен он или не поражен, это другой вопрос. А вот если он у вас просто есть, этот листовой аппарат, то можно подкормить, еще не поздно подкормить монокалиофосфатом. Это будет очень полезно для дерева. Подготовит его к зимовке. Я не добавляю туда ни лимонной кислоты, никаких других. Я просто беру дистиллированную воду. Собираю в основном дождевую воду, тем более август у нас задался. Беру пластиковые бутылки, набираю во время дождя их. И несколько дней она прекрасно себе и хранится. После этого я обрабатываю деревья. И вот как раз конец августа, начало сентября, пока листовой аппарат еще зеленый, тогда можно подкормить деревья. Это даст им сил на то, чтобы подготовиться к зиме лучше. То есть деревьями это вещества все полезные впитаются и, соответственно, они пойдут в древесину. А в древесине уже, соответственно, незамерзающая жидкость, как говорится. И, соответственно, деревья лучше у нас подготовятся к зиме. И ни в коем случае нельзя сейчас, в начале сентября, в середине сентября, подкармливать деревья никакими азотными удобрениями, тем паче делать обрезку. Вместо того, чтобы дерево бы потратило сейчас силу на накопление энергии на весну, на укрепление корневой системы, на подготовку вот этих вот всех своих питательных веществ для зимовки, а потратят их опять на новый скачок роста. И это приведет, скорее всего, к просто вымерзанию дерева зимой. Какая она будет зима, мы не знаем. И вот на меня светят последние лучики уходящего солнца. Но помните, друзья, что лето вернется, а время, которое мы теряем, так сказать, оно уже не вернется. Обращаем внимание на свои деревья, чем они поражены. Если листовой аппарат у вас вообще не поражен никакими напастями, вот у меня на грушу, например, ржавчина, вот эти вот листья можно убрать спокойно в компост, можно закопать в землю, не обязательно их сжигать. Все равно где-нибудь растет у вас можжевельник, и ржавчина зимует у нас на можжевельнике, а весной размножается и летом на грушах. Поэтому это двудомное, как сказать, растение, животное, ну, гриб, короче, двудомный. Поэтому если есть одно и другое растение, то если вы обрабатываете, договариваетесь с соседями, обрабатывать все это дело одновременно. Сейчас самое время пройтись по своему саду, убрать все гнилые плоды, собрать падалицу. Вот это вот нужно сделать. И все это дело можно убрать в компост, не переживая насчет того, что это все спокойно у вас там перезимует, и, соответственно, вы только это расплодите. Нет, садовые болезни на огород у нас не переходят. И пораженную листву мы осенью собираем, и, соответственно, ее утилизируем в компостер, на нижние слои компостера укладываем и не переживаем. Еще несколько слов о том, как сохранить свой урожай. Для того, чтобы сохранить яблоки, конечно же, нужно посадить яблоню зимнюю, осенне-зимнюю, которые вот плоды сейчас в сентябре мы собираем и укладываем на хранение. Собираем аккуратненько, ни в коем случае их не моем. Это будет просто сразу на утиль, грубо говоря. А мы собираем плоды не битые, не пораженные никакими червяками, и убираем их в холодное место. В советских справочниках написано температура для хранения, которая необходима. Это около нуля градусов, 0-4 градуса. Если у вас есть такая возможность, такой холодный погреб, отдельно от картошки провоняют, а не картошка эти яблоки, и будут невкусные уже через пару месяцев. Поэтому отдельное хранилище с низкой температурой, 2-3 градуса тепла, и яблоки у вас будут лежать практически бесконечно, пока вы их не съедите. И раз уж вы решились на эту эпопею, которая сопряжена с выращиванием сада, то уж будьте добры следить за ним. Не бывает полностью безуходного сада. То, что вам рассказывали где-то, или у вас по старой памяти, там вот я у бабушки в деревне, там в каком-то 53-м году был, там яблоки сами росли. Во-первых, тогда была меньшая плотность застройки, меньшая плотность людей, меньшая плотность сортов, меньшая плотность деревьев. Это вообще меньшая плотность была, и меньше болезней было привезенных. Потому что сейчас тащат, ну, во всяком случае, тащили всю эту гадость с Европы, притащили нам этих испанских слизней, поэтому не гонитесь за этими диковинками. И, кстати, у меня в саду растут практически все старые, старинные сорта. И даже вот этот сорт, кандилер лоски, у меня достаточно уже старый на сегодняшний 2023 год. Дорогие друзья, вам и вашему саду, как всегда, в завершении ролика я пожелаю здоровья, а все остальное приложится. И поставьте, пожалуйста, лайк. Вы же досмотрели видео до конца. Обязательно задавайте вопросы, если они у вас остались после просмотра данного ролика. До свидания, до новых встреч!